Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, значит, в общем, разные были результаты, поэтому сравнивать было не с чем особо. В 83-м году, когда Миллер придумал классификацию, он определил, что рецессия Диснея – это расстояние от ЦЕС до Зенита рецессии. И вот с этого момента появились какие-то серьезные публикации, потому что его классификация расставила очень многие вещи на свои места и дала понимание взаимосвязей и объединения, разделения и взаимодействия этих факторов, причины следственной связи и так далее. Но Миллер написал, например, еще тогда и так это и осталось, что биологическая ширина должна быть 2-3 мм. Так вот вопрос, так 2 или 3? Потому что на самом деле разница чудовищная. У пациента, у кого это 2, при том, как биотипи Дисны, конечно же, это очень плохо, потому что есть склонность к образованию рецессии. Но этот фактор не является ведущим. У него прикрепление Дисны могло быть меньше в результате каких-то других факторов. И мы поняли, что кроме первичных, эти факторы еще второстепенные. Но очевидно, что они также между собой не взаимосвязаны. Мы стали изучать эту проблему дальше и поняли, что частота... Есть статья по изучению именно частоты возникновения, которая связана с уболем между зубного сосочка. То есть возникает каким-то образом травматизация за счет перечистки и еще различных других факторов. И фотографически было доказано, как, что там происходит. Также мы нашли, что с 1993 года наконец-то зубы стали готовить отдельно. Появились методы обработки зубов у пациентов с 37 Дисны. А до этого вообще-то вы не делали. В принципе, было понятно теперь, почему при их устранении. Когда выращивали сначала грибы, вся Дисна отъезжала обратно, потому что бактерии оставались. И вот то, что оставалось, с тем и работали. И это называлось мукогенгивальной хирургией. Также мы нашли интересный источник в 1993 году, что использование лоскута, который на ножке, оно намного эффективнее, чем применение трансплантата аж в два раза. И оно дает по всем показателям много больше. Так, в общем-то, конечно, сегодня мы увидим, это очень интересная статья, глубокая, с расчетами. И там написано, что вот, конечно, сосудистое питание наверняка, оно как-то влияет. Что, в общем-то, очевидно. Но мы не всегда можем перемещать лоскут, потому что лоскут, по сути, описывает операцию Бьорн. Ну, а трансплантат, как бы, там куча методик пересадки из различных донорских зон. И с методами фиксации, забора, всякие мышеловки и так далее. И шарфики, вернее, есть и галстук, и забор особо петелиального трансплантата, и забор полнослойного с депетелизацией и так далее. Потому что депетелизация в зоне забора. Куча методов на сегодня существует, поэтому останавливаться на этом смысла нет. Но суть в том, что все статьи пишут о том, что нет выбора действительно никакого. И нужна, очевидно, подготовка корней. Раньше это делали лимонной кислотой, по аж которой достигали в значении 1. То есть, это бред. Раньше для этого применяли лимонную кислоту при по аж 1. С 93-го года началось применение хлоргексидина как антисептика. И в этой области тоже, потому что действительно он оставался даже после того, как помоешь руки или поверхности, если у них был хлоргексидин, то он не смывается. Это, на самом деле, был первый плюс. И второе, что он имел широкий спектр действий, поэтому по нему тоже очень много написано статей. И он есть в фитодентологии обязательно, там об этом будет. И построен на свежих источниках. Вообще место хлоргексидина на сегодня, как достаточно подробного обзора. И второе, это, конечно, статьи по эффективности. Потому что есть только две порочащие статьи. Это англичане и США, которые пишут о том, что у него есть аллергия. В одном случае это 0,3%, в другом 4%. Но так или иначе, и был пучок статей тоже, кто писал, что он вызывает, он останавливает, вернее, эпитализацию останавливает. Так вот, если бы они читали инструкцию хлоргексидина, когда писали свои статьи, то они бы знали, что он действует двумя механизмами. Он действует двумя механизмами. Он изменяет проницаемость цитоплазмы. И второе, он останавливает синдез рибосом определенного размера. И за счет этого к нему так или иначе все равно будет возникать привыкание. К сожалению, потому что это антисептик. Но эпитализацию он не останавливает при этом. И возникает такая проблема только при использовании спиртовых растворов у пациентов, у которых и так эпитализация плохая. У них есть какие-то поражения слизистые. Или, например, химиорадиомуказиты. Или какие-то еще другие патологии, которые связаны с дискератозой или грибковой поражением слизистой. Где кроме бактериального компонента, даже при удалении антисептика, все равно будут иметь место механические повреждения достаточно заметные. Итак, добрый день, коллеги. Продолжаем. Продолжаем. Как строится работа со статьями. Те статьи, которые были отобраны, изучаются их авторы. У них какой-то вес уже или нет. Особенно статья с сайта ResearchGate. То здесь есть и количество публикаций авторов, и цитирования, и так далее. И выходящие данные. В каких проектах эта статья фигурирует у авторов. Мы переводим статью через переводчик. Это делается заранее. Переводчик, в общем, какой. Тут это удобнее молодому ученому. Также обучающийся, он знакомится со статьей параллельно о двух языках. Здесь открываются два окна. В одном из которых будет виден русский перевод. В другом английская оригинальная статья. Для того, чтобы в случае затруднений можно было сопоставлять текст и понимать, о чем речь действительно идет. Мы используем статьи, но преимущественно, конечно, английский язык и русский язык. В некоторых случаях, если по тематике мы проходим или, наоборот, не найти какой-то материал, мы прибегаем к другим языкам. Это итальянский, испанский. Ну, вот, собственно, еще и количество языков, на которых мы можем читать статьи. Большинство авторов, которые пишут не на английском, они все равно стараются делать переводы своих публикаций, так же, как это делаем мы. То есть, публикуя первично статью на русском языке. Хотя абстракт также пишется, в любом случае, на английском, по которому и всплывает статья на сайте. Мы стараемся также делать перевод, изменяя немного название и переписывая абстракт, для того, чтобы это было, по сути, две публикации, хотя они являются переводом на другие языки. Мы изучаем введение к статье, оцениваем, какие материалы и методы применялись. Есть ли ссылки, как вот здесь, на авторов. Это очень важно, потому что, если ссылок в абстрактах нет, то, скорее всего, эта статья не научная, а популярная. С очень высокой долей вероятности, потому что это говорит о том, что очень низкие требования журнала, ну и, соответственно, она может не иметь какого-то особого научного веса, ну и быть по какой-то теме, соответственно, тоже около того, чем мы интересуемся. Мы изучаем вот та статья, которую мы будем изучать в ближайшее время, после завершения отчетного занятия, которое мы проводим сейчас. Мы, знакомясь со статьей, переводя ее, понимаем, что важного видели авторы в собственной части исследований. Каким выводом они пришли, какие результаты их наблюдений, какие методы использовались, подходят ли эти методы, оцениваем мы тоже самостоятельно для изучения подобных моделей. Например, мы сталкивались с тем, что речь идет о применении средств полости рта, а для оценки его безопасности и эффективности его используют подкожно, вводя инъекциями и оценивая то, образуются какие там клетки, как происходит регенерация, наступает она или нет и прочее. Это, конечно же, говорит о том, что если речь идет об использовании средств локального полости рта, так ее и в полости рта нужно исследовать, либо моделировать каким-то образом, исследуя сам дизайн исследований, чтобы он был сопоставим с тем, что мы собираемся делать с этим средством в клинической практике. Мы оцениваем качество фотографии, это тоже для нас важно. Где-то, можно сказать, немножко хотелось бы подтянуть. Здесь только прицельные снимки, здесь нет компьютерной томографии. И вот это, на самом деле, частая достаточно история, что не приводятся в исследованиях по рецессиям Дисны компьютерные томограммы, потому что это не является доказательным методом, поскольку мы не можем оценить с очень высокой вероятностью, с высокой точностью, что тот рисунок, который мы видим по шкале Хаунсфилда, то он соответствует реальным анатомическим размерам. Плюс есть всегда погрешность компьютерной томографии при переносе объемного изображения на плоскостное. Где-то они чуть увеличивают, где-то чуть уменьшают, там это зависит от настроек томографа. И еще много отчего, чувствительности, его срок использования. Поэтому считается, что томография не является доказательным методом, хотя мы имеем, например, на этот счет другое мнение. И обязательно будет статья по рентгенологическому анализу и именно по компьютерной конусно-лучевой томографии для оценки качества устранения рецессии десну и достижения результата. Потому что меняется объем костной массы, и на самом деле сопоставив клинические признаки, измеримые с тем, что видим на картине по томографии, можно с очень высокой вероятностью сказать, что это то же самое. То есть наблюдая пациентов только по КТ, без применения клинических измерений, мы можем уже сказать о том, поменялось что-то или нет. Потому что и объем костных пиков меняется, меняется плотность их, и вообще костный рисунок, и вестибулярно идет образование нового объема костной ткани, преимущественно компактной фракции. Продолжение следует...